У нас достаточно много интересных задумок по совершенствованию нашей научно-исследовательской работы с нашими студентами. Хоть у нас уже существует 75 студенческих кружков на всех наших кафедрах, как теоретических, так и клинических, первого по пятого курса, в которых задействованы более тысячи наших уже студентов разного профиля. Мы хотим, конечно же, усовершенствовать этот процесс, и чтобы он был, скажем так, таким практикоориентированным направлением, чтобы те направления, те разработки даже на теоретических кафедрах, которые разрабатываются на первом, на втором курсе, они полноценно коррелировали, интегрировались в работу на выпускных курсах, на пятом, на шестом курсе, и были ориентированы в практическом направлении. Для этого нам, конечно, необходимо создать определенный фундамент, базис, и уже есть договоренности определенные с Национальной академией наук, с институтами Национальной академии наук по созданию таких объединений, кластеров научных, по организации этой научно-исследовательской работы. Идет воспитательная работа в плане организации спортивных мероприятий. У нас более 20 различных секций, которые занимаются наши студенты. И то, что могут реализовать себя творческие и спортивные секции, то есть созданы как бы все условия, где, возможно, надо нам усилить работу. Ну, во-первых, мне кажется, не хватает, может, больше персональной работы. Мы где-то сами привыкли, мы воспитывались в коллективах, наше поколение, и на наш взгляд этого было достаточно. Я бы вот пошел бы в этом плане больше на персональную работу. И здесь, может быть, больше дать им возможности участвовать в жизни и в управлении университета. Мы уже вот три года пытаемся как-то, чтобы это было взаимное движение и от администрации, и от студенчества по самоуправлению. Чтобы они смотрели за порядком в общежитии. Чтобы они предлагали свою программу, допустим, даже творческих каких-то вечеров. Мы хотим понять их запросы. Мы получаем ведь еще тоже очень молодых людей, 17-18 лет, некоторые несовершеннолетние, но мы их-то воспринимаем студент, самостоятельный человек. И вот здесь вот именно патриотическое воспитание, это не должно быть, наверное, какой-то монолог с трибуны. Это должно быть все то, на чем, наверное, выросли мы. Продолжение следует...